Я бы хотел сказать о том, что то, о чем Владимир Михайлович говорил, и другие выступающие уже по поводу и геополитических особенностей Арктики, и о глобальных переменах, которые сегодня в Арктике происходят, действительно перед нашей республикой стоят огромные вызовы. Как эту огромную территорию развивать? Поэтому, ну, то, что Владимир Михайлович сказал о стратегии, да, но мы сначала должны, конечно, перед тем, как программу разрабатывать, все-таки понять, по каким мы... Конечно, это занимает много времени, да, разработать эту стратегию, но, тем не менее, все-таки мы считаем, что нужно госпрограмму основывать на стратегических ориентирах. Поэтому сегодня госпрограмму по развитию Арктики наше министерство разрабатывает совместно с другими министерствами, эта работа ведется. Я хотел бы еще сказать о том, что в самом начале я говорил о тех изменениях на федеральном уровне, которые происходят по развитию Арктики. Мы сегодня получаем запросы по внесению предложений, например, по основам госполитики в арктической зоне Российской Федерации. Есть другие стратегические документы. Это сегодня президентам России также поручено разработать стратегию развития Арктической зоны Российской Федерации до 1 декабря этого года. Тоже работа нами совместно с Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики проводится. И, конечно же, будет также разработана государственная программа социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации. Сейчас действующая есть, но там от республики Саха-Якути только Северо-Якутская опорная зона на данный момент есть. Это в основном строительство Житайской судоверфи. Также речь идет о федеральном законе по развитию Арктики. Вы знаете, уже многие годы он обсуждается, но, к сожалению, пока до сих пор не разработаны. Мы говорим о необходимости его скорейшей разработки. Ну и сейчас вы тоже слышали, наверное, о том, что Миндаль-Восток развития Арктики разрабатывает целый пакет из четырех законопроектов, которые будут касаться инвестиционной деятельности в Арктике. Это касается преференциальных режимов, льгот, введением понятия арктический резидент, ну и то есть система льгот для развития новых инвестпроектов в Арктике. Также есть поручение, вот то, о чем Владимир Михайлович говорил на форуме по развитию Арктики, Арктика территория диалога в Санкт-Петербурге. Состоялась госкомиссия по развитию Арктики и президент России тоже поручил разработать меры по среднеэкономических показателей до уровня ниже среднероссийских. Это задача вполне конкретная, но, конечно, мы понимаем, что очень сложно достижимая. Поэтому сегодня, вот я уже сказал, что мы разрабатываем стратегию развития Арктической зоны Республики Саха-Якутия. Восемь улусов мы уже подключились к Арктической зоне, и для нас это уже целостность государственного управления. Ну и, как я уже говорил, госпрограмму и план реализации этой стратегии мы разрабатываем, и, конечно же, мы должны рука в обру пойти с наукой. Поэтому для нас эта конференция, эта возможность еще раз сверить часы с научными учреждениями. Поэтому я призываю всех в совместной работе с нашим министерством по совершенствованию тех стратегических документов и тех программ, которые мы разрабатываем. Ну а теперь позвольте мне начать работу в секции номер один «Достижение показателей социального развития в Арктике и ниже среднероссийского уровня». Ну, здесь модератором буду я. Мы предполагали, что в Министерство экономики подключится, но здесь нет, да, никого? Ну, у нас здесь пять докладчиков. Я бы хотел сказать о том, что у нас регламент до десяти минут. Просьба строго придерживаться регламента, потому что очень многим желающих выступить и нужно дать возможность выступить всем. Пожалуйста, относитесь с уважением к своим коллегам. Поэтому позвольте предоставить слово для доклада колодеснику Игорю Накентьевичу, президенту Академии наук Республики Саха-Якутия на тему «Роли научного потенциала Республики Саха-Якутия в социально-экономическом развитии Арктической зоны Республики Саха-Якутия». Пожалуйста. Уважаемые участники научно-практической конференции. В настоящее время один из приоритетов государственной политики Республики является решение социальных и экономических проблем, сбережение национального своеобразия, укрепление и развитие потенциала Арктической зоны нашей Республики. Надо сказать, что по величине Арктической зоны мы в Российской Федерации занимаем, будем говорить, первое место, и в то же время эта территория одна из наименее освоенных во всей Российской Федерации. Согласно основным стратегическим документам развития Российской Федерации и в настоящее время наука выступает основным фактором достижения любых поставленных целей. Перед научным сообществом поставлена задача повышения эффективности научных подходов и внесения конкретных предложений. Так, в рамках реализации национального проекта наука ведется работа по разработке единого проекта создания научно-образовательного центра мирового уровня по приоритетным направлениям социально-экономического развития Арктики. Экстремальные природно-климатические условия для проживания и организации хозяйственной деятельности. Очаговый характер промышленно-хозяйственного освоения. Низкая плотность населения. Высокая ресурсоемкость и зависимость жизнедеятельности от северного завоза, низкая устойчивость экологических систем – это те специфические черты нашей Арктики, которые обуславливают необходимость проведения комплексных прикладных научных исследований в регионе. Необходимо отметить, что еще в 2014 году в рамках проведения года Арктики в Якутии положен основной задел на перспективу, направленный на комплексное социально-экономическое развитие Арктических районов, на получение ощутимого для населения положительного результата. Сегодня предстоит приложить максимум усилий для решения вопроса качественной реализации перспектив развития Арктических районов. Уважаемые коллеги, в настоящее время вопросы развития Арктической зоны Российской Федерации в целом становятся как никогда актуальными, особенно в рамках реализации указов Президента Российской Федерации за номером 220 о внесении изменений в указ Президента от 2 мая 2014 года о сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации, в котором расширен состав Арктической зоны нашей республики, в него включены дополнительно 8 северных улосок. Надо сказать, что перед нами встают, особенно перед научным сообществом, встают важные задачи по грамотной реализации стратегических планов развития Арктики. И в этом ключе, несомненно, перед нами возникает и стоят ряд вопросов, которые очень хотелось бы обсудить на данной конференции. И именно решение этих вопросов в большинстве случаев зависит от научного сообщества. Значит, во-первых, научное сообщество наше должно включиться в разработку нескольких сценариев социально-экономического развития арктических территорий. Ни два, ни три. Надо несколько сценариев разработать. Причем надо разрабатывать эти сценарии с учетом развития всей Российской Федерации и всей, видимо, мировой экономики. В этих же сценариях нам будет необходимо разработать и другие, ну, будем говорить, факторы, с учетом других факторов. Это такие, как климат, это такие факторы, как возможное расселение народов по Арктике, ну, и ряд других направлений. Поэтому разработка нескольких сценариев вот развития социально-экономического развития арктической зоны, это крайне необходимая задача. Второе. Это, конечно, необходимо структурировать пространственное развитие всей арктической территории Якутии. Не секрет, и, наверное, об этом еще многие из вас скажут, что сама структура нашей арктической территории, она очень разнообразна. И грамотное структурирование во многом будет способствовать успеху в освоении этих территорий. Третье. Очень внимательно нужно отнестись к перспективам освоения недор Арктической зоны. К сожалению, в целом в Российской Федерации и во многих субъектах начинают преобладать мнение, что нам нужно отказываться от освоения недор. Вот это крайнее, я бы сказал, неправильное отношение. Весь мир, и я в этом нисколько не ошибаюсь, весь бюджет всего мира, всех развитых стран базируется именно на недровых богатствах. только использование недор дает возможность полного наполнения бюджета. И, собственно, из-за ресурсов недоровых в большинстве случаев идут все войны. И в этом варианте, при разработке стратегии нам надо очень внимательно отнестись к перспективам освоения недороссийской, нашей арктической зоны. Ну, ясно, что здесь надо обратить особое внимание на взаимоотношения недропользователей и населения арктической зоны, на вопросы экологии, на вопросы энергетики. Вот даже вопрос размещения малых атомных электрических станций сейчас, он тесно увязывается с перспективой освоения той или иной территории в части разработки полезных скопаний. И здесь без научного сообщества, без мнений ученых никак не обойтись. Ну и, наконец, четвертое – это продумать индикаторы социально-экономического развития. Именно индикаторы, они должны реально показать состояние развития той или иной территории. Без вот грамотного отношения к разработке индикаторов нам очень сложно, очень трудно будет вообще оценивать состояние развития той или иной территории. Я убежден, что рекомендации конференции станут новым стимулом в деле поддержки развития оптических территорий нашей республики, сохраняя ее богатейшие исторические, этнографические и культурные наследия, создание комфортных условий и улучшение качества жизни населения, достижение оптимального баланса между новым промышленным развитием и сохранением условий для традиционного природопользования коренных народов. Желаю всем участникам и гостям конференции плодотворной и конструктивной работы, интересных инициатив и творческих успехов. Спасибо. Спасибо, Игорь Иннокентьевич. Позвольте предоставить... Давайте посоветуемся, вопросы потом, наверное, обсудения сделаем или сразу после деклада? Вопросы лучше сразу. Давайте сразу. Игорь Иннокентьевич, Игорь Иннокентьевич, может, вопросы будут? Есть вопросы, Игорь Иннокентьевич? Да, пожалуйста, вопрос есть. Еще немножко забережитесь. Игорь Накенович, как вы видите, стратегию развития научных учреждений Академии наук Республики Сахар, это нужно создание маленьких институтов Республики Сахар или использование ресурсов, которые есть в институтах Российской Академии науки в Северо-Восточной? Мое глубокое убеждение, что надо использовать те ресурсы, которые у нас есть сейчас в Республике. Ресурсы у нас вообще, как ни у кого, наверное, огромные. Другое дело, что эти ресурсы мы не используем на максимальном. Вот попытка использовать эти ресурсы была заложена в комплексных научных исследованиях. Мы прошли первый этап. Результаты этого первого этапа, вообще уникальные результаты. Мы собрали такую информацию, переварить, которую, осмыслить, наверное, нам еще предстоит впереди. Другое дело, что мы из-за ряда моментов не продолжили эту работу. Вот в том числе и работу по арктическим университетам. Сейчас обсуждается вопрос продления этой работы, перехода ко второму этапу этих комплексных исследований. Может быть, и по материалам нашей конференции надо сделать предложение тому же Министерству экономики, что возобновить эти работы, но с учетом уже новых реалий. Отдельно взять блок по арктическим университетам. Мы должны использовать свой потенциал. А у нас потенциал большой. Проглажали, Министерство экономики? Нет, у тех, которые принимают решение. Никого нет. Ни вентильхоза, ни вентильхоза, ни вентильхоза, ни вентильхоза, ни вентильхоза. Дайте интервью. Позвольте предоставить следующее слово для выступления Поповой Надежде Корниловне, кандидату экономических наук, ведущему научному сотруднику отдела исследований социально-трудовой сферы ГБУ Арктический научно-исследовательский центр Академии наук Республики Саха и Кутя. Тема доклада «Влияние качества и стоимости рабочей силы на занятость населения в арктических районах Республики Саха и Кутя». Пожалуйста. Доброе утро. Уважаемые участники конференции. Я хотела представить свой доклад. Вначале я хотела бы отметить, что в соответствии со стратегией развития арктической зоны Российской Федерации, обеспечивая национальный безопасность на периодах 2023-20-го года претензионных президентов Российской Федерации 8 февраля 2012 года, было принято постановление правительства Российской Федерации об утверждении государственной программы Российской Федерации социально-экономического развития арктической зоны. Российская Федерация года 20-го года с объединением в офисе 1 августа 2017 года. Согласно последнему указу президента Российской Федерации 13 мая 2019 года о внесении изменения в указе президента Российской Федерации 2 марта 2013 года о сухопутных территориях арктической зоны Российской Федерации, помимо пяти арктических районов России, в классе 8 арктических районов региона. Доступление к всему данных изменений, связанных с увеличением с указом территории Российской Федерации, в Якутии проводились различные научные следования, где ставили цель о выработке стратегии социально-экономического развития арктических районов. Об этом рассказали предыдущие докладчики. В Российской Федерации, в Республике Сахай-Куте до 2017 года для рабочей силы было характерное увеличение числа 12,7 тысяч человек. По состоянию 2017 года в работе в Акциях работе в лакономном районе на станциях в 82,9% по сравнению с 80,6% в 2018 году. На важной отметке в 2018 году в Якутии 400 и в 2013 человек в занимках в лакономном районе в 74,9% в производстве среднегодовой числе и смену сотрудников организации. При этом в 2000-е по 2011 годы в Афганическом районе в Якутии имело место на члене среди годовой численности работников, организация и указанная в тенденциях отпадает в тенденции среди членов рабочих целей. Неравномерное распределение занятого населения в районах в Якутии связано с суровыми природными мастерскими условиями, инфраструктурными проблемами, отсутствием социально-экономических средств и рабочих мест. Анастасия показателей принятых и выбывших работников в районах за 17 лет показывает динамичный рост как прибывших работников на 19%, так и выбывших на 14%. В результате по степенному снижению численности рабочей силы в России способствуют микроэкционные оттопные средства. Ограниченный состав рабочей силы в районах регионов учитывается при разработке регионов регионов, составе экономических программ, так как большие условия для системы АССР могут применять данное число постоянных людей. Экономические условия для системы АССР можно наблюдать влияние больше, чем малых экономических циклов на происходящие со своими экономическими процессами в России и в АССР. Наши природно-технические условия определяют просто эффективные условия к новым технологиям. Кроме того, в среднем снижении получения затраты приходится задумываться по возможности их эксплуатации и адаптации. В классических регионах России, согласно федеральному закону развития общественной стратегии, в АССР будут останавливаться в ведрею отечественной установки тайного и тайного назначения. Недостаточные финансовые возможности государственной бюджета России не позволяют отдать экономические условия для домкосрочных инвестиций в классических районах. Это точнее отдаются проектам добывающих компаний, где также встречаются риски возможных вопросов на выполнении каких-то собирателей. Слайдные номер три. С 2017 года в Европе общий показатель потребностей от докладателей в работниках заявлено государственного учреждения в судах значительно увеличился в 2,4 раза. В классических районах всего на 54,5 процента. В разделе из районов из судов, его положительная динамика сохранялась благодаря Анастасскому, Болумскому, Верхоянскому, Верхоянскому и Устьянскому районам. На доле трех официальных районов, Полумскому, Верхоянскому и Верхоянскому, Верхоянскому и Верхоянскому приходится от 8,2 процента от 39 заявок в 2017 году. В других официальных районах сохраняет высокая депрессация показателей по необходимым заявкам в разработку. Данное условие влияет на рельсах механизма более свободустроенных граждан и ищущих работ в районах Сибиря, что связано с существенным различием кадровых потребностей для каждого района. На протяжении многих лет на рынке труда в республике формировалась социальная экономическая ситуация, связанная с отсутствием баланса между сложными предложениями на рабочую силу, проявляемого отыщения сельского городского рынка труда. Сохранялась проблема недоточной адаптации ущущимым лучшим профессиональным образованием в среднем рынке труда в республике срок на рабочую силу в профессиональном развитии. В эфире вы составили экономические противоречия между молодежиным рынком труда и рынком образовательных услуг. В этом плане сохраняется проблемничество уровня подготовки выпускников как профессиональной рабочей силы и требований работодателей. В этом плане сохраняется в среднем рынке труда в республике срок на рабочей силы и требований работодателей, которые появляются в среднем подходе предъявленной работы в зависимости от пола, возраста, наличия срок на рабочей силы. Среди смыграть и представители молодежи, которые после обучения в высочайшем заведении в городе Рекутского рынка труда, срок на рабочей силы и требований работодателей в городе Рекутского района не наблюдаются за работой. Слабая эффективность и реализуемость реализуемых социально-экономических программах в районах, по частности, в том числе и местного населения заключается в отсутствие реального спроса в предложении необходимого рабочей силы. Наблюдаемая ростая конкуренция на рабочие места, в работе банковских и механизах. Любой непридуманный изменения управления бургарского компания может привести к счастью и инвестирующему экономических показателей и налоговых отчислений в прошлом культуре. планирование создание обракованного необходимо более физическая политика сфере замерз на теле не так как для проекта сфере и тут же формы условно необходимо будет цариться для следующего трекам это правда следить по связке коммуникации причем критериями оказывающим влияние на стоимость рабочей силы стоимость операции как и в районе хранила севера являетесь на спину на крайнем севере данный слой отсказывает не любит вставляющих великам преподала конферции выживания мудит народу в основном и строя в районе хранила севера способность на сельскохозяйственных категории за графами транспортных затрат ограничивать покупательные способности получаем в доходе покупательные способности подчеркивающие приобретении материалов равной ценовой категории качества в структуре затрат на производство продукции иная доля затрат приходится на материале затраты а именно селью материал топлива и энергии повышающие затраты на топлив и энергии влияющие на фактическую ссору последние производственные цепочки ограничивают рост затрат на оплату труда амортизацию в оборудовании при решении важного вопроса о регулировании на территории и топлива не могут быть перечи по украине способности дохода населения которые производны с кратной рабочей силы кроме того в отечественных районах достаточно сложные рефект проблемы генерации более предварительных рабочих нужно отметить что в центре научных исследований это нужно экономить собирается деньги умение билета к подошли благодаря что они стремятся максимизации дохода университет дохода добычи полезных ископаемых характерно уменьшение доли затрат на оплату труда 10,5% в 2005 году до 9,2% в 2016 году в возрасте по добыче топливно-энергетических полезных ископаемых обрабатывающих поле в обрабатывающем наблюдал за значения 11 и 1000 до 9,2% в этом обрабатывающие шагу принять метр тенденция сохранение существенно золи затрат на поводу труда сохраняется высокая доля утренена за да отраслях обрабатывается производный диапазон более 70 процентов и позволяет увеличить число рабочих мест а будет это работа надежды камин завершайте я хотел бы здесь остановиться на свете пищевых предметов. В нашей совершении хотел бы отметить, что в Украине необходимо создать условия для лекарства обслуживания материала доплаты и радиолога подлива к труд постепенного обращения доверия к красношему оборудованию в Украине. Дальше. Ставим актуальным разработкам стимулирующих доплат, как оплатить труда и специального пакета работников на стимулирующих трудового проекта нашей страны в России, на основном подспороне облашениями за руководителями и политикой государствами. Вообще, в районах Россия для посредителей юридических лиц, на районах Россия будет доступен к стимулирующим интернету, который расстрелял в Украине, образованный финансовый и экономический экономический стимулирующий. В целом стимулирующих развития сети в территории в периодах с периода с 2020 года, предсказанная в политику Россия, а второе, подальше с 2020 года, на территории Соградной, выделить российскую территорию и Российской России по району Храньего Севера. Благодарю Вам, Игорь Михайлович. Спасибо. Есть вопросы? Спасибо. А вот можно, пожалуйста. У меня цифры поинтересовали сравнение 2010-2017 год, потребность. Чьи эти цифры? У меня просто в Улунском районе, что там? Такой скачок. Скачок, да. Создали 64 человека, потребность рабочих. Вот слайд берутся, пожалуйста. Две колонки и два. Мне здесь представлен анализ о показателях потребностей работодателем, работниках заявленных государственных учреждений и дуганцев. Получается, что в передовиках у нас есть Булунский и Верхоянский колонский район. У меня этот вопрос возникает. Я неплохо знаю Булунский район и знаю его, так сказать, что там? Увеличили добычу рыбы или начали что-то там искать, забывать, алмазы с голодом. Профессии какие нужны там? Кто-то может объяснить этот цифр? Да. Эксперт есть у нас, Александр Андреевич Федотов, в Центр исследований. Пожалуйста. В принципе, можно построить такую теорию, что просто военный период, соответственно, нужно обслуживать их. от этого и потребности. Но быть не может того, чего не может быть. Нет других военных? Это отдельная тема. Секреты военные. Хорошо, тогда объясни там, пожалуйста, Верхнеколымский. Откуда там такие? Верхнеколымский там меньше, чем в 2010 году потребности, да? Ну, меньше даже. Что там такое происходит? На Лимске там что надо? На Лимске, да? Я хочу понять просто, что это? Верхнеколым. Ну, разрез. Говорим о том, что там потребность по сравнению с 2010 годом уменьшилась, значит, ну, вот именно, что там не с чем-то призорство. Я просто задал и задал, да? Потом я постараюсь на него консультировать внимание. Мы очень просили, прошлый раз, когда заседание было комиссии республиканской, частью, вот по этой части, и мы не нашли понимание, и было поручение, что по каждому этому клубу сделали анализ потребности в рабочих кадрах. Потому что занятость, я просто официально говорю, Стручков возглавляет Алексей Александрович, он не даст мне его обмануть. Там обы, вот в частности, видите, обыски, да? Мы хотели понять. А вот там еще была одна штучка, там, где, значит, у нас безработные там есть там жители. Вот они, безработные, да? В Арктике здесь нет, здесь, в общем, да? Там было просто тупо обозначено, да, вообще нет работы на Волокске. Ну, нету никакой работы. И вдруг, вдруг оказалось, что самый депрессивный район в республике – Намский. Не Арктический район, а Намский, где было больше всех безработных. То есть в Намском просто была деградация. Это было ровно четыре года назад. Я вам рассказываю, заседание было в государственной комиссии. Вдруг, в прошлом году, вдруг произошло что-то невероятное. И Намский район сократил кратно, и там всего всего 4% безработных. Задали вопрос, кому же Сручкову, что произошло у нас в Сумолусе? Фабруку построили, завод, поголовье скота увеличилось, переработка, ничего подобного. Знаете, какой ответ был? Учетную политику изменить. Больше тестаментарий. То есть все можно поменять учетную политику и превратить эти цифры в какие ты хочешь. Спасибо. Давайте мы продолжим. Спасибо вам за докладывание. Спасибо. Давайте мы дальше будем двигаться. И сейчас мы эту тему продолжаем. И слово предоставляется Толстых Геннадию Владимировичу, доктору исторических наук, руководителя отдела исследования социально-трудовой сферы в Арктическом научно-исследовательном центре Академии наук Республики Саха-Якути на тему «Уровень жизни населения Арктической зоны Республики Саха-Якути. Проблемы и пути его повышения». Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Уровень жизни – это одна из важнейших социальных категорий. В современных научных исследованиях в уровне жизни населения выделяется, как правило, три ключевых аспекта. Это благосостояние населения, накопление человеческого капитала и уровень человеческого развития. Одной из попыток от них все эти аспекты стала концепция человеческого развития, которая широко применяется в международных сопоставлениях, как в виде доклада по человеческому развитию. И в рамках этой концепции уровень жизни определяется уровнем благосостояния – это среднедушевыми объемами, доходами и потребления, степенью социального неравенства, то есть между социальными группами, делаем сопоставление полами, поколениями и так далее. И возможностью людей участвовать в процессе принятия экономических и политических решений, затрагивающих их жизнь. Начнем с демографии. Сегодня 52,2% площади Республики Сакай-Якутия входит в арктическую зону Российской Федерации. На начало 2019 года население арктических областей Республики составляло около 68 тысяч человек, это 7% общей числости населения. В советское время в пик промышленного освоения Арктики там проживало 150 тысяч человек. Отток населения, к сожалению, продолжается и в последние годы, пожалуй, за исключением Анапарского областа. Смотрим это по таблице 2. Рождаемость, смертность, продолжительность жизни является одним из важнейших индикаторов уровня жизни населения. Положительным моментом относится то, что в большинстве арктических вузов Республики их коэффициенты рождаемости выше, чем в среднем Республике. Докое превышение наблюдается в Алактинском районе на 86% и в Усть-Янском районе на 64%. Таблица 3. Однако во многих арктических районах Якутии остается высокая смертность. В результате внешних причин, особенно неблагополучная ситуация, наблюдается в Оленевском, Алайховском, Игеннобадальтайском и Усть-Янском районах. Коэффициенты смертности отличных причин мы видим на таблице 4. Данные 17-й год. Занятость населения. Для арктической гробной республики характерен высокий уровень безработицы населения. По данным официальной статусики, опять же, на 17-й год, общая численность безработок в республике составляет 11,5 тысяч человек. На конец 17-го года за содействие в трудоустройстве в Ордене службы занятости обратилось 2038 человек из арктических улиц. Значит, численность незанятых трудовых деятельностей сегодня присутствует на 25. Значит, заходы населения и социальная поддержка. Конечно, республика очень много делается. У нас, если посмотреть 2000-й год, было, значит, уровень бедности населения 28,3 человека. В 2017 году удалось снизить до 20,1%. При правительственной республике поставлена задача у нас на ближайшие, скажем, 10 лет в два раза снизить бедность населения. Это, конечно, касается и арктической зоны Улуса. Но, несмотря на принимаемые меры, мы видим, что покупательная способность существенно ниже в арктических Улусах. Значит, высокая стоимость жизни там не позволяет населению поддерживать достаточно высокий уровень потребления, что является базой для понятия уровня жизни населения. По данным на апреле 2019 года, стоимость продуктов, входящих в потребительскую корзину для мужчин трудоспособного возраста, в Зырянке, административный центр РФ Николынского Улуса, составляет 9051 рубль. Смотрим таблицу 5. И на этой таблице видно, что, скажем, в Зырянке эта корзина очень резко выбивается из ряда, на порядок превышает, скажем, в Мире, в Беретан, Мирное, Якутское и так далее, практически в два раза. Жилищные условия и санитарно-экономические условия. Это тоже один из важнейших наших индикаторов, по которым мы определяем уровень жизни населения. Растет доля ветхого аварийного жилья в Средневарктическом районах это, значит, показатель составляет 24,4 и 315 тысяч квадратных метров. Особенно высока доля ветхого аварийного жилья в Абыйском 43,5%, в Алаевском 71,4%, в Верхнеколынском 39,5% и Оленевском 32,4%. Между тем, среднероссийский, среднереспубликанский, то есть показатель составляет 0,21%. Централизованное отопление имеется всего в четырех районах Анапарский, Момский, Среднеколынский, Венопатентайский. Это вот то, что Владимир Михайлович говорил. Нет горячей воды. И в девяти районах жилой фонд частично обеспечен водопроводом, горячим водоснабжением и канализацией. В девяти только районах. Имеются инженерные коммуникации в предельно высоких уровнях износа. При этом виден невооруженным взглядом. Таким образом, в арктических улусах республики отмечается ряд положительных тенденций в демографическом развитии. Это рост продолжительности жизни, сокращение владимирской смертности, высокий коэффициент рождаемости. Между тем, практически по всем показателям, которые характеризуют уровень жизни населения, объективно существует отставание. Сдерживающим фактором повышения уровня жизни является более редкого жилья аварийного, высокая оплата труда, более высокая безработица, высокая стоимость продуктов питания и проезда в отпуск в летний сезон, низкое качество питьевой воды, чем в целом по республике и так далее. Основные пути повышения уровня жизни. Вот так вот фрагментарно я просто назову. Это развитие занятости, самозанятости, создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса, хотя там есть особая проблема для этого, это низкая конкурентоспособность этой продукции. Второе – это повышение уровня доходов занятого населения. Третье – это, учитывая географическую удаленность и разбросанность населенных пунктов, необходимо установить жесткий государственный контроль за ценообразованием стоимости авиабилетов, продумать меры государственной администрации с тем, чтобы повышать уровень транспорта и доступности арктических районов. Снижение доли воинного детского жилья. Пятое – необходимо шире использовать цифровые технологии. Новые возможности на сегодня дает телемедицина, дистанционное образование, необходимо их шире внедрять и развивать. Остается приоритетной задачей на федеральном республиканском уровне – это создание мер по социальной поддержки коренных малочисленных народов севера, проживающих в арктической зоне. В представленном проекте стратегии социально-экономического развития арктической зоны на период до 2030 года, так же, как в аналитическом докладе Центр стратегических исследований республики до 2030 года, в положенном основе представлены проекты стратегии, на наш взгляд, отсутствуют разделы по доходам и уровню жизни населения арктических урусов, и эти мероприятия по развитию человеческого капитала, без анализа определения индикаторов и целевых показателей по оплате труда, доходам употребления населения, уровня бедности населения, будут неполными. Так же не нашли отражения в проекте стратегии, такие важные социальные вопросы, как улучшение демографической ситуации, меры социальной защиты, поддержки населения, развитие трудового потенциала и рынка труда, развитие потребительского рынка. Жители арктической зоны республики должны иметь сопоставимые, я уже не говорю с центральными районами нашей страны, но хотя бы с центральными районами республики возможности для экономической активности и жизнедеятельности. А для этого необходимо дополнить проект стратегии, соответствующими индикаторами уровня жизни. Спасибо за внимание. Спасибо, Геннадий Владимирович. Я вот здесь, если позволите, хотел бы задать вопрос, но он, наверное, будет адресован не только вам, вообще, да, научному сообществу. Вот мы имеем поручение или так, внести предложение по показателям по приведению не ниже среднероссийских, о чем я говорил, да, вот вы можете нам в этом деле помочь конкретными предложениями, какие социально-экономические показатели мы могли бы взять, да, и какие меры могли бы предложить для того, чтобы привести вот эти показатели до среднероссийских в арктической зоне в республике Сахаи. Вот именно конкретные меры не так вот там, допустим, увеличить то холодность там и так далее, да, не пространно, а конкретно. Какую меру государство должно принять, чтобы эти показатели хотя бы стремились до ниже среднероссийских? Ну, одно дело показать, значит, какие-то хотелки, да, с потолка, а другое дело, если речь идет о каких-то продуманных научных социальных индикаторах, то нужны, конечно, научные исследования, связанные социологические исследования и так далее. Это, ну, разные вещи. Для этого нужны соответствующие, конечно, научные исследования. Без проведения таких исследований просто, ну, как бы, мы не можем. А что касается плановых показателей, то, конечно, мы можем здесь помочь. То есть, вместе как-то поработать и так далее. Спасибо. Вот еще Иван Иванович хочу задать вопрос. Я думаю, не ошибаюсь, когда обращаюсь в план Геннадий Владимирович. В целом, сегодня в России у нас система планирования, она отраслевает. То есть, не учитывает особенности территории по всей республике, она в целом одинаковая. поэтому, вот цель у нас, значит, и финансовые нормативы, и субъекты, и политика налоговложения, цена по России, шебинарная. Поэтому вот есть мысли, если, значит, специальную программу по социальным стандартам для арктической территории предположить, значит, разработать и включить вот коллективную стратегию арктической зоны российских взятий, разрабатываемую стратегию нашу, как вы думаете, специально, обособленно для арктической зоны территории, значит, нашей России, с учетом того, что все-таки эта стратегия, все эти планы последующие и программы, они будут предназначены по большому счету для улучшения жизни людей. Вот поэтому, а сегодня вы сами говорили, что, значит, доходы такие, значит, покупательская способность значительнее ниже. если по ценам судить, то уровень жизни, значит, в Арктике, в Арктике, раза в 2,5-3 ниже, чем в Центральном мире. Абсолютно согласен, у нас, понимаете, когда принимается какое-то крупное правительственное решение, там, будь то, постановление или еще что-то, ликвидация ФААПов, вот помните, как произошло? Она идет полностью, значит, без учета какой-то огромной специфики нашей страны. Мы ликвидировали ФААПы, потом, значит, где-то кто-то палец кто-то обрезал, не дай бог, у всех бывают какие-то пендициты и так далее, нет ФААПы, и приходится самолет гонять, значит, за тысячи километров, за 500, за 700, это минимум, за полторы километра. То есть, вот, потом эти ошибки приходится исправлять, но на это уходит значительное время, это раз, и, конечно, средства, это два. Поэтому мы всегда за то, чтобы Арктика учитывался как особый какой-то специальный регион, и все социальные, в том числе, стандарты, должны отдельно рассчитываться для арктической зоны, а не в целом, когда вы подсчитываете по больнице, по целом, по Российской Федерации. Поэтому, уникальность этого региона труднодоступна, значит, там не такое большое население вообще пробивает. Правильно, Владимир Михайлович говорит, это же требует не таких уж больших средств, то же самое, транспортной доступности, значит, санитарное там обслуживание, какие-то, ну, элементарные вещи, в принципе, речь идет о новых каких-то сотнях миллиардов, сотнях миллионов, то есть, это не такие большие деньги, если говорить то, что нам дает сегодня Арктика в копилку, значит, Российской Федерации, и по запасам, и по добыче, и так далее. Арктический шельф, мы говорим, это пятая часть мировых вообще запасов, местный там находится, и многое-многое другое. Поэтому отход, я еще раз говорю, подход к социальному развитию, особенно коренного населения, и тех, кто там проживает арктически, это должен быть приоритетной задачей при освоении вообще арктической зоны Российской Федерации. Ну, мы согласны, так же участвовать во всех вот этих вопросах. То есть, сейчас лично перейти на территориальную систему планирование? Ну да, у нас, конечно, много проблем при планировании, есть и ведомственный узкоподход, значит, допустим, Минздрав что-то планирует, он отдельно планирует, соцзащита планирует, тоже отдельно планирует, промышленно отдельно, да. Ну, конечно, у нас есть на сегодня и министерства по, значит, восточным там территориям, есть у нас вот в Республике, Енарктика, много других. Речь идет о том, чтобы координировать вот эти вещи. Пожалуйста. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Геннадий Владимирович, вот эти формальные показатели, которые нам показывают, что у них и доходы ниже, и так далее, и так далее. С другой стороны, мы знаем, что у них и цены высокие, и транспорт высокий, это уровень жизни, значит, 500 метров больше, где-то в яме получается. да. Вот я говорю, два-три, да. Надо обратить внимание именно на те показатели, которые являются относительно уровень населения, уровень жизни населения, показателей. А с другой стороны, у нас идет такая конференция на второй раз, и мы пока не учитываем вот мнение самих жителей. Если тут есть доклады, будет такое, по анкетированию, и так далее. Владимир Владимирович, что есть экономика счастья, то есть, может быть, они себя чувствуют счастливо, хотя счастливо, хотя бы, хотя может быть, и уровень жизни маленький. То есть, мнение местного населения тоже. Понятно. Да, ну, дело в том, что вот то, что я проводил, это данные официальной статистики. А уровень жизни это как раз такой интегрированный показатель, который учитывает и расходы, и доходы, и так далее. Что касается счастья, здесь не все так однозначно. Дело в том, что счастье не зависит от уровня доходов вообще, понимаете. И, как правило, проводились вот ученые такие исследования, к сожалению, счастливыми, большей части обладаются люди не с высоким уровнем доходов. Африка там и так далее. Вот такой, к сожалению, есть парадокс. Мы совсем не то делаем. Может, им это не нравится. Но, видите, это очень популярное у Вас выступление. Вот еще есть вопросы? Я очень внимательно послушала Ваши предложения. Не слышно? Можно микрофон передать? Мы послушали, сюда выйдите, у нас. Вопросы? 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 еще увеличивает расходы государства, если мы контролируем там цены. То есть мы сейчас уже потрачиваем огромные государственные средства, чтобы уровень цен был на тот, который мы имеем. А если мы усиливаем ценовой конкурс, мы еще должны больше тратить. Поэтому я даже не знаю, что еще можно контролировать там. Какие механизмы есть государственные контролы. И которые будут более конкретные. Чтобы в работе потом это изучить и как-то... Однозначный ответ без государственного протекционизма, я еще раз повторяю, мы не обойдемся. Надо учитывать уровень реальной инфляции и соотношение цен, которые там есть, и дохода населения которых. Вот эта разница, которую мы реально высчитываем, есть такое понятие, как реальная покупательная способность. И она, вот вы видите, практически вот эта продовольственная корзина в два раза дороже, чем, скажем, у нас Центра и Руссии. Естественно, а зарплата такая же. Ее мы не поднимаем, хотя бы в бюджетной серии. То есть поднимать зарплата этой массы, знаете, гауси, социальные и расходные экономики, финансирование государственных и бюджетных услуг, он не позволяет? Это немножко другая задача и наша. Мы должны объективно сказать, сколько не хватает, скажем, населению до среднего уровня. Если поставлена задача руководителя государства, чтобы, значит, все социальные индикаторы были в среднем, чем по Российской Федерации, мы должны предложить просто, ну, показать, какие нужно... А что нужно для этого? Какие финансовые механизмы? Какие средства? Это немножко не наша задача. Это задача правительства. Там вот здесь сидящий, там надо пожить, когда почувствуем, ну, где-то в городе сиденье, рассуждаем. Ну, вот кроме данных, кстати, статистик, у нас определений нет, а для того, чтобы выехать хотя бы практически и провести там полноценные социологические исследования, нужно только вывести финансовые средства. Можно я вопрос? Да, да, да. Ну, поскольку у нас центр, понимаешь, исследован, тогда и все окружно, вы можете выполнять какую-то подрядную работу и привлекать, естественно, специалистов, ну, узких по отдельному направлению. Вот те, как бы сказать, критерии оценки, там, вами выведены. Ну, возьмем, где-то же ее, 71%, правильно, балайки, 88%. Я сейчас не буду спорить, поскольку я знаю точно, я вам еще раз говорю, я знаю точно, 88% это официально, который выведен уже в фонд, значит, капитального ремонта. Потому что я напоминаю председательного совета, отвечаю перед главой и так далее. Ладно, дело не в цифрах, куча 71%. Официально, вы говорите, на правительство, признало в лице главы республики, это был 2014 год, что с 1992 года по 2014 год ни одного дома в арктической зоне не было построено. Ни одного. От Аннабара до Колымы. После 2014 года было построено в Походске два дома, 8-ми квартирных, и один дом в Чикурдахе, 38-ми квартирных. Ведь для чего нужно нам вопросы задавать и ответы получать? Если будет статистика, что квадратный метр в Чикурдахе отошел 130 тысяч квадратный метр, а в Якутске вы сейчас пойдете, купите Сандрову за 80 тысяч квадратный метр. А если вы поедете между Качакасами и Томотом, будете строить, то там 35 тысяч квадратный метр будет еще. Суть вопроса. Кто будет у нас, на ваш взгляд, как ученого, как специалиста, заниматься аналитикой и выработкой вот этих предложений? А надо там строить. Потом дальше. Ну представьте себе, уровни заработной платы были показаны. Там выше образования 63, ну вы помните, вот только что было, да? Столько, это среднее образование, там 23 тысячи, там, рабочий класс, ну, в Варктике. С такими заработными платами они никогда в жизни в себе квартиру не купят в Варктике. Это просто нереально. Нереально. Это первый вопрос. Кто это сделает? Какое учредит? Министерство строительства это не делает. Минокономика не делает. Это какой-то должен исследовательский центр сделать нам, в конце концов. И не дурить мозги. Это первое. Потом, да, это дом, который построили, и вы превратили в социальный. И опять, о чем сейчас вот девушка говорила, и опять легло на бюджет, содержание этого дома туда заселили стариков, пенсионеров, без права владения там живем. Они просто там живут. Их нет денег платить за коммунальные услуги. Это были, я вам рассказывал. Это первый вопрос. Второй, по поводу потопийской корзины, вот этой, зарианские, там, 9 тысячка, 10. Но ведь было же уже, звучало даже в правительстве Российской Федерации, в республике, что нужно в этих депрессивных районах, или как назвать их по-другому, как будто там всяких разных обеспечений, ввести продовольственные, что, карты. Чтоб человек пришел и спокойно взял столько еды, сколько ему нужно для физиологических потребностей. И в Америке-то есть, и в Норвегии, хоть там и так отсюда. Есть тот паёк. Не собирать вот социальные полки, я купил килограмм муки, полкило оставил. Вот это, знаешь, это для этих вот, для особо недоразия, это будет благотворительностью заниматься. Вот кто это сделает? Тогда бы у нас было четко, что это стоит 300 миллионов рублей. Мы, Северный Христофорный, проведем комитет, бюджет, 300 миллионов рублей. 68 тысяч, дети грудные мало кушают, 68 тысяч, старики тоже мало кушают. И получая эта сумма, тогда мы, всякие разные эти министерства, берем эти цифры, научно обоснованные, и говорим, все, и вводим чеки Арктики. Как у нас были они в 90-м годах, чеки Арктики, когда мы не дали людям умереть с голоду. И они у него там сказали, ведь у нас нет действий, понимаете, вот констатация факта, и вздых, и все, в локовую струну, дальше не знаем, что делать. Ну почему? Это же не я придумал, это официально было, что поручение Минэкономики России ввести в Россию продовольскую карту. Где она? Мне надо их Ямала-Ненца, ханы-Ненца, жиру бесятся, у них заработные платы, у них там нет. Но у нас-то явно требуется, и тогда мы решим проблему. Пути, мы имеем в виду, хорошо, прощение, да, коллеги. Пусть ответят, понимаешь, что это будет делать? Значит, по касается первого вопроса по потребности жилья, законодательно это, значит, прописано за муниципальным органом. Вообще на органы местного сопровождения, к сожалению, сегодня очень много звали нам, но они иногда просто не справляются. И полномочия, и финансовые, это после 122-го закона, вы знаете, муниципальный уровень практически, вся тяжесть проблем социальных как раз опустилась, но они не в состоянии, у них нет ни финансовых ресурсов, ни так далее. Ну, по законодательству они должны определять потребности жилья. Это первый вопрос. Второй вопрос, что касается продовольственных талонов, вопрос действительно очень интересный, я думаю, требует обсуждения. И, в общем-то, особенно касается пенсионеров, да. Ну, вот мы говорим социально незащищенных людей, есть же такие жизненные ситуации уникальные, мать-одиночка, там двое детей бывает, трое детей, нет кормильцев и так далее. Я думаю, что продовольственные талоны, это реальная, вообще-то, им помощь. И давайте запишем тогда вот в рекомендациях нашей конференции, в рамках наших полномочий, рассмотреть правительство, вот, скажем, этот вопрос продовольственных талонов, фактическая талона. Ну, на первый вопрос я вообще не удовлетворен. Если мы спихнем еще раз на администрацию Абыевского улуса или Алаевского улуса, еще укажем, прям, конкретно, ответственность Шребцов Эдуард Иванович, ну, хватит смеяться, понимаешь, сами над собой. Так нельзя. Я вам задал вопрос, какое научное учреждение, сообщество может выполнить вот эту задачу? Мы тогда запишем свои рекомендации не общими фразами, а запишем, в месячный срок дать аналитику, квадратных метров, стоимость и так далее, ну, и все остальное по тем, что я сказал, они будут повторяться. И тогда мы увидим, понимаешь? Ну, законодательно тогда Министерство строительства все. Ну, какой месяц строительства? Чудовник будете считать по ночам. А у них там есть какие-то институты, они проектные. Коллеги, мы из графика очень сильно выбиваемся, поэтому я предлагаю в рамках обсуждения так уже на эти темы говорить. Спасибо большое, Игорь Владимирович, за ваше выступление и ответы на вопросы. У нас подошла Винокурова Ляна Алексеевна, да? Как я понимаю, здесь? Нет, папа. А, вот сюда. Ляна Алексеевна, вам туда слово для выступления, вы записывались, да? Директор Центра Циркумполярной Цивилизации Арктического Института Культуры и Искусств. Социальные процессы в Арктике. Предложение к проекту стратегии развития арктической зоны Республики Сахай-Икутин. Ляна Алексеевна, просьба очень конкретно в рамках революции, потому что мы уже выбили светографию. У нас 10 минут. Но желательно, да, подсорочено. Здравствуйте, уважаемые сторонники арктического направления. Ситуация резко изменилась, пока готовились к этой конференции. Это то, что статус нашей арктической зоны сильно расширился в пользу этих людей. То есть мы включили теперь не только южные берега моря, море и океана, но и суши. Это филурократический подход, их сочетание позволяет нам сейчас, Якутию, стать лидером в разработке социальной политики в Арктике. Я вот специально принесла книгу Фегасова, вы знаете его, всю жизнь занимается Арктикой, российская Арктика, к пониманию процесса, новому пониманию процесса посвоения. Здесь опять же не достает гуманитарного социального направления. Даже у него. Что говорить? Поэтому, мое первое предложение, мы должны взяться за это дело сами, Якутия. У нас есть для этого все ресурсы. Потом не кому-то написать это, а у нас есть Министерство образования и науки, которое может это дело регулировать. Потом я сегодня поднялась на эту трибуну именно с этой задачей. Сколько я работаю по проблемам Арктики, никогда еще не было государственного заказа по разработке социальных и гуманитарных проблем Арктики. Они должны быть. Именно как научные разработки по социальному заказу в нашей республике, как наиболее значительные части Арктической зоны Российской Федерации. Вчера раздавали восьми улусам якобы документы, что они теперь входят в арктическую зону республики Саха-Якутия. Осознание того, что мы есть часть Российской Федерации, еще не пришло. Поэтому, мое предложение, если я посмотрела два документа. Первый документ это то, что было разработано раньше, пока еще не стали. Части Российской Федерации, части Арктической Федерации, это стратегия развития Арктической зоны Республики Саха-Якутия 30-го. И новую, что разработано, сейчас чуть попозже, новым доставом. Исходя из этого, я предлагаю следующее. Во-первых, одно наше предложение не принято, и оно было ожидаемо Россией. Это не включение по Идмаконскому улесу района. Потому что территории были только по Полярному кругу. То есть граница Арктической зоны должна быть разнообразной. Не только одной границей. Речь не должна идти только о границе. Речь должна идти о составе Арктической зоны. Составь это совсем другое, чем граница. Поэтому второе мое предложение. Мы должны продолжать отстаивать, защищать интересы наших территорий, находящихся в экстремально холодных условиях. Протом холод сдвоенный. Это не только холод воздуха на 68, но и холод вечной мерзлоты, земли. Какого сочетания природных факторов нигде нет, кроме как у нас. Поэтому сейчас мы должны отрабатывать еще следующий критерий Арктической зоны, а именно состояние холода, именно сдвоенного. И мы должны сейчас начать обыгрывать вообще фактор холода. Безотносительно к Арктической зоне, а именно экстремальные жизни в Якутии. И соответствующие критерии, социальные индикаторы. У нас до сих пор в России нет социальных индикаторов проживания в условиях Арктии. Это наша основная задача науки в Якутии. Цену холода. Сколько стоит этот холод? Зимой, отопление, цвет, одежда, прожительные минимумы, потребительская корзина. Они все должны быть рассчитаны именно с точки зрения жизневоспечения в условиях экстремального сдвоенного холода. Вот это наша с вами задача. Следующая наша задача состоит в том, что мы должны сейчас сделать новый федеральный закон о партической зоне Российской Федерации. Мы этого доверим вам с 1994 года. И при первом президенте, и при Соломове, помнится, мы делали парламентские служения государственные и так далее. Тогда не было вообще понятия, что такое Арктика. Это было только постсоветское понимание крайней севы и приравнение к ним территории. Сейчас, за это время, мы создали новый властер, можно сказать, под понятием Арктика, который должен иметь свои правовые основания. После идей этих правовых оснований нет. Есть только указ, который мы пытаемся привести в чувство. Соответственно, с реальностью. И этот закон должен быть отработан именно нами. Это наше второе, это третье мое предложение. Четвертое предложение. Это стратегия развития арктической зоны Российской Федерации уже как документ. Не только социально-экономическое развитие, а в целом развитие. Весь комплекс, начиная с геополитической, кончая с гуманитарной, кончая с геополитической. Все эти аспекты. Мы создали теорию арктической циркумполярной цивилизации. И его критерия 9. И вот по всем этим 9 показателям мы могли бы сделать эту программу развития. Никто, кроме нас, это не сделает. Потому что у КАРС сейчас, как я уже сказала, даже в таких серьезных монографических исследованиях наших выдающихся арктиковедов можно и такое сейчас понятие ввести. нет гуманитарной составляющей, потому что Арктика безжизненно. Вахтовый метод. Никто там не живет. Походы так и пишут до сих пор. Хотя у нас 4 миллиона как будто живут. Мы здесь, коренные жители, укоренившиеся, должны эту проблему выставить на российском уровне. И четвертое, и пятое предложение – это международное сотрудничество. Мы своими силами это не одолеем. Не одолеем, потому что, во-первых, очень хорошие инструменты регулирования и управления Арктикой международной уже продуманы. Международное сотрудничество на уровне Арктического совета. В 2021 году наша Россия станет председателем Арктического совета. И, стоя из этого, у меня следующее предложение. Все эти наши усилия должны быть направлены на разработку программы России как председателя Арктического совета. Это наша должна быть задача. Именно якутской науки, якутской общественности и якутской ментальности, конечно, в итоге. Мы арктические жители. Даже архангеловоротцы не считают себя арктическими жителями. А мы все считаем себя Арктикой. И вся Якутия должна быть Арктикой. Мы этого должны добиваться. Это наша перспективная задача. И последнее, что я хочу сказать. Поскольку российская наука сейчас в целом сосредоточена на разработке всевозможных технологий промышленного, недорого освоения Арктики, то мы должны изменить эту саму парадигму. Это не освоение Арктики. Это обживание устойчивого развития Арктики. Коренного населения, прежде всего. И, соответственно, заселение Арктики, а не наоборот. Сейчас вот мы радуемся, сколько у нас осталось Арктик и Якутик. На самом деле всего 69 тысяч человек. О чем мы говорим? Там людей нет. Обездвиживание Арктики идет и продолжается. А почему? Это всем нам известно. Но наша с вами задача преодолеть эту ситуацию, сделать серьезнейший поворот как политики, так и ментальности. А для этого мы должны сейчас начинать разработку федеральной целевой программы «Дети Арктики». Мы должны быть в сотрудничестве с другими субъектами Арктической зоны. Потом я говорю о составе Арктической зоны, а не граница. Этот состав должен быть нас сосредоточен. У нас в этом были созданы инструменты. Северный форум. Даже Рева Миронович создал очень хороший центр. «Осваление территории. А что я затачиваю?» Северную территорию. Вот эти инструменты были созданы. Когда Миронович Николай впервые разрабатывал арктическую социальную политику. И мы должны вести именно это понятие. Арктическая социальная политика. Такого даже термина нет. Можете посмотреть любые труды. Я сейчас три недели только этим занималась. Что это есть? И вижу, только у нас есть якутий этот задел. И этот задел должен стать сейчас федеральным основанием для гуманитарного, социального возрождения, поворота Арктической зоны, достойными представителями которой мы с вами все являемся. Благодарю за внимание. Друзья, у нас мы очень сильно выбились из графика, поэтому я предлагаю сразу продолжить нашу работу. У нас предполагалось еще выступление от молодежи. Филиппова, Дарья Николаевна, мы здесь, да? Посоветоваться хочу с вами. Мы можем в следующую секцию перенести это выступление. Или сейчас заслушаем? Сейчас слушаем. Давайте, да. Сейчас молодежь послушаем. Просьба очень кратко. По делу, хорошо. Филиппова, Дарья Николаевна, аспирант финансово-экономического института Северо-Восточного федерального университета. Взгляд студенческой молодежи. Преспективы развития Арктики по результатам анкетирования студентов СВФУ. Добрый день, уважаемые модераторы, эксперты, организаторы и участники конференции. В нашей работе отражены предварительные результаты исследования Арктика в ценностях студентов университетов Арктики. Методика нашего исследования — это анкетный опрос студентов СВФУ. Совместно с научным коллегитором, профессором Ульяна Алексеевна Винокуровой, который выступал ранее, мы разработали авторскую анкету для исследования приверженности Арктики студентов университетов Арктики, определения роли в Арктике и в системе ценностей. В опросе приняли участие 137 студентов СВФУ, 79 студентов Мурманского арктического госуниверситета и 130 студентов Северного арктического федерального университета в городе Архангельск. А в данной работе мы расскажем о предварительных результатах опросов студентов СВФУ. Анкетирование студентов проводилось в всех курсах обучения и всех учебных направлений подготовки. Большинству респондентов от 18 до 20 лет, а 60% – третьи опрошенных от 21 года до 23 лет. В выборке представлены студенты, которые родились и выросли и в арктических, и в северных районах. Такая у нас разбивка была, потому что анкетирование проводилось в 2017 году, а 20 дней тому назад у нас 8 районов уже стали арктической зоной. 17% родов из арктических районов и 15% из северных районов. И 35% родной город указали столицу Якутии и Якутийск. Итак, рассмотрим ответы следующей слайды. Рассмотрим ответы на вопрос, какие, на ваш взгляд, сферы являются наиболее перспективными для работы молодых людей в Астике. И здесь мы видим, что на первое место большинство опрошенных отметили, добывающую промышленность, культуру, искусство и туризм, образование, сельское хозяйство и связь. В принципе, можно сказать, что наши студенты, ну, перечисленные 20 тем пунктов, они составлены таким образом, то, что и отражают деятельность и других регионов России, не только Якутия, где это учесть. И наименьшие ответы, наименьший выбор у нас состоит, наименьшее всего выбрали ответы общественное питание, военное дело, бытовое обслуживание населения, машиностроение, кредитование, финансы и страхование. Так, следующий слайд. Наиболее важные меры по проблемам, которые необходимо решать в Аптике в ближайшие 10 лет. Первое – это повышение транспортной доступности. Второе – энергетика и теплообеспечение. И третье – создание новых рабочих мест. И здесь мы видим то, что наша молодежь, обучающаяся молодежь в СМВУ, остро воспринимает проблемы, которые сегодня существуют на сегодняшний день в Аптике. Все перечисленные сферы или проблемы, они также отражены в проекте «Стратегия социально-экономического развития арктической зоны». Наверное, большая часть уже знакома с этим проектом. И наименьшее всего студентов волнуют такие вопросы, как регулирование международных отношений на территории Арктики и природосбережения, переход, то есть меры компонентации к изменениям климата. Следует учесть то, что, видимо, наши студенты больше озабочены решением локальных проблем, нежели общаями, мировых, глобальных. Какие проблемы считаете актуальными для современной молодежи? Здесь на первое место студенты поставили безработицу, недостаточную продуманность и системность механизма притяжения кадров для работы в Арктике. Следующий слайд. Также мы поставили такой простой вопрос, чтобы было понятно для наших студентов. Изменить условия жизни в Арктике за время вашего проживания. И здесь большинство студентов ответило, что без изменений. Однако есть 45% ответов за то, что улучшилось качество, повысилось качество жизни. Оцените степень удовлетворенности особенностей жизни в Арктическом регионе. По шкале 1 до 3. И здесь мы видим то, что студенты отмечают в основном на 2 балла, на средний балл все причисленные нашей категории. Но чаще всего студенты отмечали высокий уровень возможности вести здоровый образ жизни из предложенных вариантов. А перспективы для карьерного роста, достижения благосостояния за короткий срок оценили наименьшим баллом 41% опрошенных. И только 12% отметили пункт высшим баллом. Так, и краткий обзор ответов. Знаете ли у вас стратегии развития территории, на которой вы проживаете? Здесь мы имеем в виду стратегию социально-экономического развития Якутии от 2016 года. К сожалению, наши студенты пока не знакомы с этой стратегией. Мы видим то, что не знали, что есть такая стратегия, 53% студентов. Следующий слайд. Хотели бы вы постоянно работать в условиях Арктики? Большинство затруднились с ответом. 44%. И треть уверена, что нет. И лишь 15% выбрали ответ «да». И 8% «да», хотел бы работать на другой арктической территории. И 5% согласились бы работать вахтовым методом в Арктике. О чем сегодня тоже говорилось. И хотели бы вы постоянно жить в арктическом регионе? Затруднились с ответом 41%. Положительно ответили 25%. Каждый четвертый. Но уверенно ответили третий. Это 33%. И следующий вопрос. Как вы оцениваете сегодняшнее состояние Арктики? Стабильное ответили. И запрещение с ответом треть. И также отмечают то, что тревожное состояние 18%. Тоже достаточно большое количество из подъектов. И как вы думаете, какой сценарий будущего российской Арктики наиболее реалистичен в ближайшие 10 лет? И здесь три варианта набрали больше всего ответов. 34% выбрали вариант. Сдержанно оптимистически. Повышение качества жизни за долгий период. Демографический рост населения. 24% оптимистически. Повышение качества жизни. Просветание территории. Рост населения трудовых ресурсов. Циркуполярное сотрудничество стран. Стрессовые. Частичное разрушение экологии Арктики для проживания коренных народов. Истощение прежелых ресурсов. Эти сценарии мы разработали совместно с научным руководителем. Основываясь на труде арктической циркуполярной цивилизации. Итак, мы подходим к концу. В перспективе исследования. В перспективе исследования. В дальнейшем сравнительно анализ ответов президентов трех фузов. Северо-Восточного федерального университета. Урманско-Арктического государственного университета. И Северо-Арктического федерального университета. И мы должны еще сравнить анализ ответов студентов, которые родились в Якутске. Либо в других районах центральных и южних промышленных. и сравнить ответы на цветах, которые родились и выросли на территории Арктики и Севера.